Нужно изготовить провод длиной 100 метров и сопротивлением 1 Ом. В каком случае провод получится легче, если его сделать из алюминия или из меди? Во сколько раз? Для начала запишем дано. Длина провода L равняется 100 метров. Сопротивление провода 1 Ом. Удельное сопротивление алюминия равняется 2,8 на 10 минус 8 Ом на метр. Удельное сопротивление меди равняется 1,7 на 10 минус 8 Ом на метр. Плотность алюминия равняется 2700 кг на метр. Плотность меди равняется 8900 кг на метр в кубе. Нужно найти соотношение масс. Масса меди, деленная на массу алюминия. Для начала напишем формулу сопротивления. R равняется удельное сопротивление, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения S. Эту формулу нужно знать. Выразим из этой формулы площадь поперечного сечения. S равняется удельное сопротивление ρ электрическое, умноженное на длину и деленное на сопротивление R. Теперь напишем площадь поперечного сечения для алюминиевого и медного провода. Площадь поперечного сечения алюминиевого провода будет равняться удельное сопротивление алюминия умноженное на длину провода и деленное на сопротивление R. Площадь поперечного сечения медного провода будет равняться удельное сопротивление медного провода умноженное на длину и деленное на сопротивление R. Найдем массу. Масса провода M равняется плотность материала умноженная на объем V Так как у нас провода имеют календрическую формулу Следовательно объем можно записать как площадь поперечного сечения умноженная на длину провода Следовательно масса будет равняться плотность умноженная на длину и умноженная на площадь поперечного сечения R Найдем массу медного и алюминиевого провода Масса медного провода будет равняться плотность меди, умноженная на длину и умноженная на площадь поперечного сечения медного провода. Площадь поперечного сечения медного провода мы ранее выразили. Подставим. Получается, масса медного провода равняется плотность меди, умноженная на длину, умноженная. Вместо площади медного провода мы пишем удельное сопротивление меди, умноженное на длину и деленное на сопротивление r. Найдем массу алюминиевого провода. Масса алюминия будет равняться плотность алюминия, умноженная на длину и умноженная на площадь поперечного сечения алюминия. Подставим сюда площадь поперечного сечения алюминиевого провода. Тогда у нас получается плотность алюминия, умноженная на длину, умноженная на площадь поперечного сечения алюминия. То есть, удельное сопротивление алюминия, умноженное на длину и деленное на сопротивление r. Найдем соотношение масс. Тогда масса медного провода, деленная на массу алюминиевого провода, будет равняться. Масса меди это у нас плотность меди, умноженная на длину в квадрате, умноженная на удельное сопротивление меди, деленная на r, на сопротивление. Все это деленное на плотность алюминия, умноженное на длину в квадрате, умноженное на удельное сопротивление алюминия, и все это деленное на r. Разделим одну тропь на другую. Тогда у нас получается, масса меди, деленная на массу алюминия, равняется плотность медного провода, умноженную на длину в квадрате, умноженную на удельное сопротивление меди, умноженную на сопротивление r. Все это деленное на сопротивление r, умноженное на плотность алюминия, умноженное на длину в квадрате и умноженное на удельное сопротивление алюминия. Сократим длины, сократим сопротивление. Да, у нас получается плотность меди, умноженная на удельное сопротивление меди, все это деленное на плотность алюминия и умноженное на удельное сопротивление алюминия. Подставим сюда наше значение. Посчитав, получаем, что масса медного провода, деленная на массу алюминиевого провода, будет равна 2. Запишем ответ. Масса медного провода, деленная на массу алюминиевого провода, равна 2. То есть масса медного провода будет в два раза больше, чем масса алюминиевого провода. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.